Всем привет! С вами Запрутка Анна и это телепроект «Открытый диалог» на телеканале Интекс. Общественное объединение Белорусская Республиканская Пионерская Организация – одно из самых массовых детских объединений в нашей стране. С каждым днем организация пополняется активными, инициативными и креативными ребятами. О современных подходах работы с подрастающим поколением пообщаемся с председателем Общественного объединения Белорусской Республиканская Пионерская Организация Александрой Гончаровой. Здравствуйте, Александра! Приветствую вас, Анна! Вы являетесь председателем Белорусской Республиканской Пионерской Организации. Давайте же разбираться, какие цели и задачи сегодня стоят перед организацией. Цели и задачи, как в Белорусской Республиканской Пионерской Организации, как и когда-то в Большой Всесоюзной Пионерской Организации, которая существовала, они не меняются. Мы действительно воспитываем наше юное поколение мальчишек и девчонок белорусов по тем идеалам, которые воспитывают всегда. Это общечеловеческие ценности, добро, справедливость, ну и, конечно, любовь к нашей Родине. Ну а какими методами это делает современная организация, конечно же, они отличаются. 2022 год – это юбилейный год для вашей организации. Что же ждет юных пионеров в этом году? Год у нас действительно юбилейный. Мы уже начиная с января начали подготовку к празднованию нашего 100-летия Белорусской Республиканской Пионерской Организации. И на самом деле те проекты и программы, которые мы готовим, они охватывают всю республику. Ну а финальные мероприятия пройдут, конечно, в нашей столице. 18-21 мая мы пригласим лучших ребят из областей районных центров республики для участия в нашем большом фестивале БРПО «Территория детства. Будущее начинается здесь». Мы также не оставили такое направление, как работа в сети интернет. У нас стартовал ряд проектов в наших социальных медиа. Если вы заглянете к нам на страничку ВКонтакте либо в Инстаграм, увидите, что там уже обосновалась летопись пионерского движения. Понятное дело, что и на сайте brpo.by можно посмотреть, какие проекты и программы реализует сейчас современная белорусская республиканская пионерская организация. Ну а, как я уже сказала, центральным мероприятием станет фестиваль, который соберет победителей конкурса «Пионер года». Огонек приглашает друзей. Наш неимоверно популярный проект «Пионерский квиз». Ну и пройдет пресс-конференция эры пионерских лет. Мы пригласим также ветеранов пионерского движения на площадку «Летопись пионерия». Ну и устроим на площади герба и флага многочисленный флешмоб, посвященный нашим государственным символам. Программа будет очень насыщенно и интересна. В городе Минске появится аллея, посвященная 100-летию пионерского движения. Лучшие ребята Минской городской организации будут нам помогать высаживать эту аллею. Ну, все рассказывать не буду, поэтому приглашаю всех зрителей поучаствовать в нашем фестивале, посетить в эти даты БелЭкспо, у нас большой выставочный центр, пройти квест по всем локациям и кластерам, которые мы готовим. Мы надеемся, что это будет модно, стильно, интересно, познавательно. Ну и, конечно, частичка инновационных проектов тоже там будет представлена. Александра, вот на ваш взгляд, отличается ли образ современного пионера от такого уже устоявшегося образа советского пионера? И за столько времени организация, появилась ли перезагрузка какая-то? Анна, безусловно, мы к этому целенаправленно идем, потому что, если мы берем даже последние исследования нашего поколения Z, который проводил Белорусский институт стратегических исследований, это понятное дело, что точно так же, как работали наши бабушки, папы, невозможно работать с детьми, которые абсолютно по-другому воспринимают факты истории Великой Отечественной войны, которые по-другому выстраивают свои коммуникации, но и, соответственно, меняется не только образ пионера современного, но и, конечно, Белорусско-республиканско-пионерская организация. На протяжении четырех лет нам посчастливилось ввести вариативную символику, которая используется у нас на неформальных мероприятиях и проектах Белорусско-республиканской пионерской организации. Как я уже сказала ранее, у нас очень много новой программной деятельности появилось, мы активно работаем в сети интернет и в наших социальных медиа. Если вы посмотрите и на досуге заглянете на наш сайт, у нас появилось две образовательных платформы, вожатому и пионеру, где в различных разделах можно получить определенно новые компетенции, такие, как в проекте ProMedia. Мы развиваем интернет-грамотность, умение работать в блогосфере, поэтому, конечно, образ пионера меняется. Единственное, что, как я уже отмечала ранее, не меняются те принципы, на которых мы воспитываем подрастающее поколение. Понятное дело, что наша основная цель – это воспитание патриотизма и патриота. Вы, я думаю, знаете, что совсем недавно была принята программа патриотического воспитания, причем обращаю внимание, что не молодежи, не детей, а всего населения активно подключились все и госорганы, и общественные объединения. Мы также вносили свои предложения о том, что действительно это такой очень многогранный процесс, и взять здесь только общественное объединение, семью, учреждение образования, либо социум невозможно. Это комплексная работа. И вот, конечно, основная цель нашей организации – воспитание патриотизма, но не громкими лозунгами, призывами и какой-то, простите, показухи, если можно говорить такие слова в эфире, а через содержательные проекты, какой проект наш не возьми, то прослеживается очень четко позиция, кого и на каких идеалах мы воспитываем. А вот какие новые современные проекты реализует пионерская организация? Как я уже сказала выше, нами была разработана программа, концепция, точнее, имиджевое развитие Белорусской республиканской пионерской организации. Мы провели небольшое социологическое исследование, какие формы и методы интересны. Назову только я, если вы позволите, я могу очень долго рассказывать о проектах и программах, но я назову основные, которые наиболее массово охватывают детках не только на уровне дружины области района, но и республиканские проекты. Как я и сказала выше, это новый вид интеллектуальной активности, это пионерские квизы, когда ребята в такой неформальной обстановке отвечают на вопросы. Аналог что, где, когда, либо брейринка, но абсолютно в новой форме. И когда три года мы посмотрели, что у нас больше половины пионерских дружин, порядка 1500 регистрируются на этот проект, мы решили, что надо обязательно расширять формат этого проекта и сделали уже октябрятский квиз, где наши ребята в возрасте от 7 до 10 лет также работают и выполняют задания. Если говорить по краеведческой деятельности, два больших проекта, даже, наверное, три, это Watchin'a.by, когда наши ребята разрабатывали интернет-маршруты по своей малой родине. У нас в ВКонтакте создана группа, где можно с этими проектами и маршрутами ознакомиться. Впоследствии появился проект у нас «Познай Беларусь», потому что действительно Беларусь многогранна. Мы узнаем и какие-то исторические факты, культурные, наши особенности кухни. И снискал неимоверную популярность этот проект. Но мой любимый, я не знаю, знают ли наши зрители, что у белорусской современной пионерской организации есть свой талисман. Это «Рысенок-огонек». У нас проводился большой конкурс, появился такой забавный «Рысенок», который, с одной стороны, очень детский, очень ласковый, мурчащий, но, с другой стороны, может постоять за себя и показать свои коготки. И, ребята, наша детская палата инициировала проведение такого проекта, как «Летнее путешествие огонька». И у нас появилась интерактивная карта, на которой порядка 460 объектов появилось, фотографии либо изображения нашего главного талисмана, нашего главного героя. И он так попутешествовал по всей Республике Беларусь. Проекты, которые мне особо близки еще как координатору добровольческого нашего движения «Доброе сердце» союза молодежи, это наши эко-тимуровцы, тимуровцы-бивай и все, что связано с развитием тимуровского движения. Потому что, когда говорят, что волонтерство вот только-только зародилось в Республике Беларусь, я говорю, так, это все неправильно. Как раз-таки основу нашей волонтерской деятельности сейчас закладывало тимуровское движение той советской пионерии, которой было. Мы его культивируем, мы его также облачаем в новые интересные формы. И вот в этом году проводим такой проект, как тимуровцы-бай. Ну и если говорить по всем нашим направлениям, можно много перечислять новых интересных, в том числе интерактивных проектов. Но хотелось бы сделать акцент, что наши проекты предусматривают не только активность детей, подростков и молодежи, но и большое внимание мы сейчас уделяем образованию наших педагогов и вожатых. Потому что случилось так на разрыве поколений, что этой категорией никто не занимался. И один из моих любимых проектов именно для взрослых, вожатых, педагогов, организаторов это проведение наших форумных площадок. Уже мы готовимся к четвертому форуму вожатых. Два года подряд мы собирали лучших из лучших в нашем центре зубрёнок и окунали взрослых в страну детства. Очень многим было тяжело перестроиться, с одной стороны. А с другой стороны, они поняли, каким образом мы взаимодействуем с детьми, когда сначала площадка каворкинга, потом мы их обучали, потом проводили спортивные соревнования. Ну и это действительно заряжает потом на целый учебный год для того, чтобы этот огонёк прошёл дальше для наших деток «Октябрят» и «Пионер». А вы кто является инициатором новых таких проектов масштабных? Ну, если говорить об инициативах, то, понятное дело, мы всегда очень любим поддерживать инициативы, которые исходят из наших дружин, наших районных советов. Но и зачастую у нас получается, что аппарат центрального нашего совета, который состоит, как бы это смешно не было, но из трёх человек всего лишь, на всю страну мы собираемся на такие мозговые штурмы, мониторим новые тенденции и международных организаций, и наших соседей, и потом развиваем их в белорусских реалиях. Но мне приятно отметить, что наша детская палата, кстати, председателем детской палаты является как раз-таки ученик Жемчужнинской школы, наш Владислав Белоус с нашими девчонками-мальчишками. Мальчишек мало, как всегда, в детских палатах, в основном у нас активные девчонки. Вот они также инициируют свои проекты. Совсем недавно новогодний бум, когда вся страна изготавливала рукотворные игрушки новогодние, ну а потом они отправились как в социальные учреждения, так и нашим руководителям госорганов. И честно, все очень с трепетом потом украшали свои елки. Поэтому, конечно, нам очень бы хотелось, чтобы инициативы шли от самих детей, а не взрослые, что-то насаждали, придумывали, внедряли. А, конечно, дети также проявляли активность, и мы этим, конечно, пользуемся. А вот как обстоят дела с международным сотрудничеством? Взаимодействуете ли вы с детскими организациями других стран? Конечно, Анна, мы любим дружить. Любим дружить не только внутри нашей страны, но и, конечно, стараемся не только подписывать соглашения, но и реализовывать определенные проекты. Так, на протяжении этих лет наша копилка друзей пополнилась ребятами из детской организации «Узбекской Камаляк». Причем состоялись не только онлайн-встречи, но нам и посчастливилось быть почетными гостями на их 20-летие. Ну а в дальнейшем председатель детской организации посетила наш форум в Зубренке. Мы дружим с ребятами из кыргызской организации «ЖАЗ-УЛАН». К сожалению, пока что только в формате онлайн. Ну и стратегическими партнерами, как в повестке государственной политики, так и в повестке детской. Конечно, у нас является наша Российская Федерация. Здесь мы давным-давно являемся членами международной организации Ассамблеи СПО-ФДО, ну и дружим с ребятами с Российского движения «Школьников». Могу назвать это сотрудничество наиболее продуктивным, потому что нам уже удалось реализовать два, пускай онлайн-проекта, но они были очень ощутимы, потому что один проект на спорте, где ребята соревновали в спортивных состязаниях, мы вошли в топ-десятку. И потом делали красивое вручение в музее «Великой Отечественной войне». Ну и ко дню книгодарения наши ребята пересылали друг другу книжки. Причем книжки мы старались переслать на белорусском языке наших белорусских авторов, для того, чтобы наши друзья из Российской Федерации так само володали и ведали нашу белорусскую мову. Я думаю, что вы знаете, что на базе нашего города был открыт военно-патриотический клуб «Патриот» на базе войсковой части 7404 и Дворца детского творчества. Довелось ли вам побывать в подобных клубах? И считаете ли вы, что данная форма актуальна ли на сегодняшний день? Анна, честно признаю, что в таких клубах я еще не бывала, но постоянно в новостной ленте, как Белта, так и вообще в нашем интернет-пространстве читаю новости, что такие клубы открываются повсеместно в наших и воинских частях, и в учреждениях дополнительного образования. И глубоко убеждена, что такая инициатива очень востребована у наших детей и подростков, которые зачастую проводят свой досуг либо в кружках, либо в сети интернет, пощупать оружие, научиться разбирать и собирать автомат, либо проходить полосу препятствия, ну и в первую очередь знать историю нашей страны. Это очень важно. Опять же вернусь к нашим проектам, которые мы реализовываем со времен той еще советской доброй пионерии. Это проект «Зарница», когда наши ребята выполняют и полосу препятствий, и определенные задания, и квесты. Вот совсем недавно, хотя уже не недавно, практически год назад на полигоне Бреска у нас проходил финал таких игр, причем популярно, как у деток наших маленьких из 7 до 10 лет, это проект «Зарница», «Зарничка», ну и у взрослых «Зарница», поэтому это очень здорово. Ну а если еще наши военные педагоги сами увлечены той деятельностью и могут зарядить ребят, то, наверное, с проблемой набора в армию мы перестанем скоро с вами сталкиваться. Поэтому это очень хорошая инициатива. Если будет возможность, с удовольствием посещу такой клуб и у вас. Александра, мы очень рады приветствовать сегодня у нас в нашем городе, в городе Барановичи. Что бы хотелось посмотреть и что бы хотелось посетить сегодня? Сегодня действительно очень значимый для пионерской организации в целом республиканский день, потому что в средней школе номер 13, дружине этой школы, мы присваиваем им имена героев Беларуси. Это очень хорошая инициатива, которая действительно поддержана не только Центральным Советом, Управлением образования, но и нашими воинскими объединениями, потому что мы зачастую знаем героев Советского Союза, но не знаем героев, которые современных. И это те ребята, которые совершили подвиг не только для Барановича, не только для Брестского региона, но, конечно, для всей страны. Поэтому сегодня мы концентрируем свое внимание на встрече, на все 100 с активистами школы-гимназии нашей организации, ну и присваиваем звания наших героев этой дружине. Спасибо вам огромное за такой интересный диалог. Мы вам желаем еще больше интересных масштабных проектов, которые вовлекут еще большее количество молодежи. Спасибо. И, конечно же, мы попробуем барановические лодочки. Обязательно. На этом сегодня все. Всем пока. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова